Доброе утро, девочки! Пожалуйста, поподробнее об этом. Ну, свой юбилейный 55-й сезон наш театр начал с использованием новых мультимедийных технологий. И теперь у нас наши балеты и спектакли будут показываться в проекции. Это что-то новое даже для нас, но мы очень рады, потому что, мне кажется, это будет очень интересно как для зрителей, так и для нас самих, потому что это будет провозгласить возглас. Также, мне кажется, что зрителям будет понятнее сама история, потому что будет теперь не только музыка, не только костюмы, а также и все, получается, сама проекция, она будет как бы людей, как сказать правильно? Выделять. Да, выделять, да, и получается, что человек сможет почувствовать, в какой он эпохе и где он находится, как бы в сказке. Кстати, сегодня день-то сказок. Да, вот то же самое. Так, вот теперь объясните мне вот такую вещь, я чуть не сильно пока понимаю, как так получилось, что Государственный академический театр танца Аюханова, а постановка идет на площадке Готоба, то есть Казнатоба? Так как у нас нету своей сцены. А, вот теперь все понял. А то получается, вот сейчас не только у меня, но и у наших телезрителей в голове идет, потому что я знаю, что в репертуаре Казнатоба есть Рома и Джульетта, но у них она другая версия. А у нас именно постановка Булата Газизовича, мэтра нашего любимого, да. И у нас нет своей сцены, из-за этого мы танцуем в разных локациях. Например, на этой неделе в понедельник мы станцевали в филармонии имени Жамбыла, а теперь мы танцуем в Готобе, точнее, казахский национальный, да, на Топе. И в Театр Алматы вы тоже танцуете? Да, будут у нас там и премьеры, ожидаются. Мы сами ждем. Так, кто работал над этой постановкой, вот этой в проекции? Сымбат, рассказывай, а то сейчас ей все расскажет. Да, у тебя пришла просто помолчать, так как красиво посидела. Да. Этот спектакль в проекции, его художником является Ербол Песенов. Так же, как Аим сказала, не только старый спектакль, так и мы будем новые спектакли представлять в проекции. Но так как вы все знаете... Давайте так, кто танцует, кто солист, ведущий солист? Ты кем будешь? Ты кого танцуешь? Мне предоставилась возможность танцевать главную партию, это роль Джульетты. Джульетта, так. В этот раз я танцую немножко злую роль. Остро характерную, скажем так. Да, мы будем рядом с ночью ходить, там есть царица ночи, вот, и мы как бы ее в свитах. А кто Ромео? Ромео наш ведущий солист палетта Мади Касымов. Мади Касымов, вот, это интереснее. Так, ну вот площадки разные, танцуете и там, и здесь, получается, что, ну вот, какая самая любимая-то все-таки? Где самая-самая интересная, самая легко? Или вот на разных площадках по-разному проходят спектакли? Всегда по-разному, даже зритель всегда другой. Мне кажется, это даже интересно, вы не привыкаете к одному месту, да? Все время новые эмоции, новые ощущения. Это тоже такой хороший какой-то, такой, как задел, да, для творческой мысли. По сути, они всегда на гастролях. Да, согласна. Ощущение гастролей не покидает вас. Да, именно так, вы все верно. А вот смотрите, какая задача стала перед вами именно вот в таком формате новом? Что там, есть какие-то свои специфические особенности именно в танце? Для нас особо нету. Нет, да? Нам только нужно сделать все вместе, скоординировать все, потому что проекция будет идти параллельно, и нам нельзя отличаться как бы. Вот. А так для нас особо сильной разницы нет, а вот для зрителя будет большая разница. Из-за этого мы всех зовем, чтобы все это увидели. Слушайте, ну там какая-то особая аппаратура нужна, которую надо было завозить, наверное, отстраивать, да? Да. Это спасибо большое нашему творческому коллективу, вот, нашему главному художнику Бесенову Ерболу, как вот мы только что сказали, потому что это большая, колоссальный труд. Да, работа очень огромная, конечно. Работаете с оркестром? Нет. Нет. В этот раз будет уже как раз таки фоновая очень... Да, мы всегда работаем с музыкой, у нас нет оркестра. А, ну, тут вам тогда не знаю, то ли легче, то ли сложнее, потому что дирижеры театров, когда они начинают работать, они говорят, мы иногда, говорят, все равно следим, говорят, успела добежать, не успела, говорят, можем притормозить, можем подтянуть. У нас такой возможности нет. Да, у вас нет возможности. Слушай, ну это же сложнее получается, потому что, допустим, если взять филармонию, там длина, по-моему, 27 или 30 метров сцены от кулисы до кулисы, соответственно, а в Готобе всего 13 метров. Да. Получается, что тебе надо в два раза быстрее бежать. Площадки всегда разные, да. Да, и задачи перед ними разные. А вот это профессионализм. Какие они мобильные, представляешь, так перестраиваются. Скажите, а были ли подобные постановки в мировом опыте, в практиках каких-то? По-моему, сейчас уже да. В Казахстане мы, честно, не знаем. За границей, скорее всего, да, это уже давно. А тут мы. Я уже как-то сравнил ваш театр с театром Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге. Я говорю, что что-то общее у вас есть. То есть это не привязка к какому-то одному театру, это именно академический театр какого-то мэтра. Но только они постоянно так же, как и вы, ездят, постоянно на разных площадках. И вот в Эйфмане есть такое правило. У них нет такого, понимаете, как ведущий солист. Приматом, да? Да, да, да. И просто солистка картобалета. У вас так же? Так же. У нас каждый может танцевать любую роль. Было бы желание. О, это классно. Да. Потому что я почему об этом узнал? Потому что я на каком-то спектакле в Ташкенте, я взял и объявил. Ведущие партии для вас танцевали. То-то-то, 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 то-то. Залетает художественный руководитель такой. У нас не принято так делать. Нельзя выделять одного над другими. Мы все единый театр. Да, потому что, может быть, сегодня я станцевала главную партию, завтра я буду стоять сзади. И так же и с другим человеком. Так, я вас немножечко отвлеку. Обращусь к нашим зрителям. Друзья, вот такой вот, посмотри, какой стильный, красивый, такой пригласительный, кстати, удивительный. Театр балета Булата Юханова. Мы сегодня разыгрываем, друзья, вы сейчас все услышали об этом спектакле, потрясающем, Ромео и Джульетта. Вот эти два, вот этот пригласительный, по-моему, на двоих, да? Кажется, да, да. Да, да. На двоих достанется тому, кто ответит правильно на вопрос. Кто посоветовал написать Чайковскому увертюру Ромео и Джульетта? Звоните нам под... Телефон какой у нас? 275-0102, код города Алматы 8727. Легко. Вопрос легкий. Вопрос легкий. Да, званьте, друзья, это редкая возможность. Получить вот билет на потрясающий спектакль. Да, да. Так, ну а мы продолжаем. Расскажите нам, пожалуйста, теперь о режиссерах спектакля. То есть Булат Газизович, он сам однозначно присутствует на всех репетициях, он смотрит. Но ведь есть же еще режиссер-постановщик кто-то у вас, да? У нас поставил все Булат Газизович. Сам все. Конечно. Он просто именно репетицией ведет наш главный балетмейстер Кульфида Шахиевна. Также ему помогают наши уже артисты, которые давно работают. Диара Кенев, Мадика Сымов. Они сами же танцуют, сами же помогают. А вот мы сегодня уже два раза услышали имя художника, и вы восхищаетесь этим человеком. Расскажите чуть-чуть подробнее о нем. Он откуда, как, он всегда с вами сотрудничает? Или его Булат Газизович нашел где-то? Это делается главный балетмейстер Гульфида Шахиевна, с ним сама. А, понятно. Там больше не мы, артисты. Нет, я понимаю, я говорю об этом художнике что-нибудь, что вы о нем знаете. Который проекцию ставил. Он чем занимается, откуда. Он у вас в штате? Нет, значит приглашен. Значит мы его должны пригласить. Слушайте, передайте ему, пусть готовится. К нам в гости позовем, мы его попытаем. Так, девчонки, теперь мне хочется узнать про ваш коллектив. Коллектив? Мальчики есть в коллективе? Конечно. А кто-то думает, что Ромео играет. Замуж собираетесь? Пока нет. Вот. Расскажите про вашу труппу вообще. Очень дружно. Все закончили алматинскую хореографию. Все, соответственно, между собой дружны. Все друг друга знают. Или же все равно есть? Нет, именно наш коллектив. Дедовсина. Очень дружный. Дружный. Это сплоченный. Но он обновляется же все время, да? Да. Каждый год. А вот смотрите, ну и так жизнь быстро ближает. Как говорят, и актриса, и модель. А вот у балерин же тоже век как бы. Ну это так условно считается, да? Такой есть стереотип, что очень короткий, да? Да. Вы как планируете? Как вы видите, сколько можно держаться в форме и танцевать? Пока не получат заслуженных, наверное. Скорее всего, да. Здесь вы тоже приметили верно. Также это здоровье, смотря сколько даст, как получится. Но как можно дольше хотелось бы оставаться на сцене, потому что мы любим свою профессию. Да и у вас есть такой пример. Рядом с вами была Татиза Чайханов, который постоянно в творческой форме. 84 лет. 84 лет. 84 лет. На следующий год 85 лет. Ой, мы ему огромный привет передаем. Здоровье ему, творческих идей интересных. Ну что ж, друзья, мы классно пообщались, но время у нас твоей любимой рекламы. Ну давай тогда, прежде чем мы все-таки объявим рекламу, я все-таки скажу, что 26 сентября на сцене Казахского государственного академического театра оперы-балета имени Абая состоится замечательная постановка, спектакль «Ромео и Джульетта» от государственного академического театра танца Республики Казахстана Булата Юханова. Да, и друзья, дозванивайтесь, у вас еще есть до конца программы возможность выиграть два билета, пригласительных, да, это замечательный спектакль. Ну а у нас в гостях были замечательные АИМСы Двагасы и Сымбат Максовы. Девчонки, спасибо большое. Увидимся 26-го. Самая громкая из зала Брави, это буду я. Молодец какой. Я буду кричать вам громче. Брави знает. Спасибо, большую удачу. Ну мы, друзья, продолжаем после карты рекламы. Много интересного. Смотрите все выпуски программы Танго Студио на нашем YouTube-канале.